Блаженный Феофилакт, архиепископ Болгарский. Толкование на соборные послания святых апостолов. Стих 1. Симон, Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равнодрагоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Симон и есть сокращенное имя Симеон. С самого начала апостол пробуждает помыслы и души верующих, побуждая их стараться в деле проповеди равняться апостолам. Ибо тогда, как все получили равнодрагоценную благодать, несправедливо было бы иметь недостаток в чем-нибудь таком, в чем все оказались равными. Апостол постоянно желает верующим мира, который дал им Христос, по воскресении Своем из мертвых и при отхождении к Отцу, взывая мир вам. И в церкви мы молим Господа, чтобы дал нам ангела мирно, и священник от святаго жертвенника подает народу мир, потому что мир есть мать всяких благ. Поэтому Господь и заповедал ученикам Своим, чтобы они при входе в дом прежде всего подавали мир. Вспомним Евангелие от Матфея, главу 10, стих 12, и Евангелие от Луки, главу 10, стих 5. Стих 2. Благодать и мир вам да умножатся в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. Вам, которые в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего, приняли с нами равнодрагоценную веру по правде Бога нашего, благодать и мир да умножатся. Стихи 3.7. Причастниками же Божеского естества мы сделались через явление Господа и Бога, который начаток нашего естества соединил в самом себе и через восприятие осветил. Если же начаток свят, то и целое свято. Следствие мирской похоти называет растлением, потому что она слагается и вращается около предметов растленных. Далее показывает степенье преуспеяния. На первом месте вера, так как она есть основание и опора добра. На втором месте добродетель, то есть дела, ибо вера без дел, как говорит апостол Иаков, мертва. Далее рассудительность. Какая же рассудительность? Знание сокровенных тайн Божьих, которые доступны не для всякого, но для того только, кто постоянно упражняется в добрых делах. Засим воздержание, ибо и оно нужно достигшему означенной меры, чтобы не возгордился величием дара. А так как при кратковременном воздержании нельзя упрочить за собою дар, ибо страсти, несмотря на сдерживание их свободы, всегда любят стремиться к худшему, то должно превзойти терпение. Оно произведет все, и благочестие умиротворит, и упование на Бога усовершит. К благочестию присоединится братолюбие, а ко всему этому — любовь, которую апостол Павел почитает полнотою всех благ. Смотрим послание к Колоссянам, главу 3, стих 14, и которая такова есть на самом деле. Ибо любовь явила силу свою и над Сыном Божиим, и над Отцом Его, Отца расположила отдать возлюбленного Своего, а Сына пролить кровь Свою за нас. Стих 8. Если это в вас есть и умножается, то вы не станете с безуспеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А что это в вас есть? Вера, добродетель, знание, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь, которые должны не только быть, но и умножаться. Ибо если полезно приобретение их, то гораздо полезнее приумножение. Какая же польза от них? Имеющий их обезопасен будет во второе пришествие Господа. Ибо кто не имеет их, с тем случится слепота. Когда Судья придет во славе и облистает, как солнце, если же зрение уцелеет как-нибудь, то оно не сможет безвредно смотреть на безмерный блеск. Ибо чрезмерный блеск света обыкновенно потемняет слабый глаз, смотрящий на него. Стихи 9-10 А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Из речения апостола Петра, подобно сказанному блаженным Иаковам, кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Ибо узнав, что через очищение святым крещением он омыт от множества грехов, он должен знать, что вместе с очищением он получил и святость. Должен бодрствовать, чтобы таким образом сохранить то освящение, без которого никто не увидит Господа, а он забыл. Посему, говорит, братья мои, более и более старайтесь показывать постоянным ваше звание и избрание, то есть то огласительное учение, которое вы слышали при вашем избрании, и быть неукоризненными в звании, чтобы не быть вам осужденными в забвении дара Божия, но прибыть твердыми в вашем звании. Далее стих 10, 11 и 12 стих. «Так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя, Иисуса Христа. Для того я никогда не перестану напоминать вам о всем». Что значит «так поступая»? «Творя и умножая добродетель, знания и прочее, прочее, прочее». Примечай, как прежде, апостол хотел побудить и страхом, то есть пришествием судьи, а теперь убеждает обещанием благ, входом в вечное Царство Божие. Далее стих 12, 13 и 14 стих. «Хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине, справедливым же, почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне». Чтобы при постоянном напоминании об одном и том же не подумали, будто их осуждают в праздности и не опечалились, апостол прибавил, хотя вы и знаете, и утверждены в настоящей истине. А в объяснение причины постоянного напоминания прибавил то, что он знает, что скоро последует разрешение, то есть освобождение его от тела сего. Блаженный феофилакт, архиепископ болгарский, благовестник. Толкование на Евангелие от Марка Стихи 1-й, 4-й. «И когда выходил Он из храма, говорит Ему один из учеников Его, «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания!» И Иисус сказал Ему в ответ, «Видишься и великие здания, все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». И когда Он сидел на горе Илеонской против храма, спрашивали Его наедине Петр и Яков и Иоанн и Андрей, «Скажи нам, когда это будет? И какой признак, когда все сие должно совершиться?» Поскольку Господь много говорил о запустении Иерусалима, например, «Оставляется вам дом ваш пуст», то ученики дивились, что столь величественные и прекрасные здания должны погибнуть, и потому показывали Ему столь поразительное благолепие храма. Но Он предрекает, что тем не менее из всего этого не останется даже камня на камне. Против этого некоторые говорят, что много уцелело остатков от древнего города Иерусалима, и таким образом пытаются представить Христа лживым. Но это напрасно, ибо если и сохранились некоторые остатки, что, впрочем, несправедливо, то по всеобщей кончине не останется камня на камне. Впрочем, история свидетельствует, что Элий Адриан раскопал самые основания города и храма, так что через него исполнилось пророчество и о том, что не останется камня на камне. Когда же Господь сидел на горе Елеонской, к Нему подошли ученики, спрашивая, «Когда это будет?» То есть, когда исполнится предреченное о Иерусалиме? А Он, прежде ответа на их вопрос, утверждает их ум, чтобы не соблазнились, ибо при начале бедствий в Иудее явились люди, называвшие сами себя учителями. Поэтому и говорит Господь, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Стихи 5-й, 10-й. Отвечая им, Иисус начал говорить, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят». Когда же услышите о воинах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит всему быть. Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней. Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилище и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за Меня для свидетельства пред ними. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Многие придут. Таковы, например, были Иуда, Галилеянин и Ефевда, кои выдавали себя за помазанников божьих. Услышите, говорит о войнах. Это те войны, о которых Иосиф Флавий повествует, и которые были пред разрушением Иерусалима. Иудеи в то время возмутились и перестали платить дань римлянам. Разгневанные римляне пошли на них войной и делали постоянные нападения. Но это еще не конец Иерусалима, ибо римляне еще оказывали человеколюбие. И не одни войны были, но и другие богом посланные казни, голод и землетрясения, которые явно показывали иудеям, что сам Бог ведет с ними брань. Все же это было только началом болезни, то есть предстоявших им бедствий. А вы, говорит, берегитесь, ибо вас будут предавать в судилище. Благовременно вводит речь о них, что их будут предавать в судилище. Это для того, чтобы от общих бедствий они получали некоторые утешения в своих собственных бедах. Но когда Господь сказал, «Пред правителями и царями поставят вас за Меня», то и этими словами Он преподал немалое утешение ученикам, именно в том, что они будут страдать ради Его. Для свидетельства пред ними, то есть чтобы быть им безответными и видеть свое осуждение уже в том самом, что, истезуя вас, они не могут преодолеть истины. А чтобы ученики не подумали, будто беды и скорби воспрепятствуют проповеди Евангелия, Господь говорит, что во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие, а потом уже предан будет запустению Иерусалим. А что действительно Евангелие проповедано было всюду, еще до разрушения Иерусалима, послушай Павла. «По всей земле, говорит он, прошел голос их, и до пределов вселенной слова их. И это обстоятельство послужило к большему осуждению иудеев, то есть что проповедь распространилась всюду, еще прежде разрушения Иерусалима. Ибо, видя, что проповедь сия в краткое время распространилась по всему миру, они должны были признать в этом силу Божию, покаяться и таким образом избавиться от бедствий. Но они не вразумились, потому и осуждению тем большему подвергнутся». Стихи 11-13. «Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте. Но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святый. Предаст же брат брата на смерть и отец детей, и восстанут дети на родителей и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется». Действительно, прежде нежели наступила решительная брань римлян с аудеями, чего не потерпели от них апостолы, будучи преданы на судилище и введены к царям Ироду, Агриппе и Нерону. Но вы, говорит, не заботьтесь наперед, что вам отвечать. В тот самый час Дух Святый даст вам, что вы должны будете говорить. При этом предсказывает им и то, что всего хуже. Именно, что они будут преследуемы и от своих домашних. Говорит же это для того, чтобы они, слыша о всем предварительно, приготовились к напастям и впоследствии могли легко переносить их. Далее следует утешение, а ради меня, говорит, будете ненавидимы. Это самое великое облегчение в несчастье. Великое также утешение заключается и в том, что претерпевший до конца спасен будет. Исшет Иисус, идяше от церкви. И приступиша к Нему ученицы Его, показать Ему здание церковное, Иисус же рече им, «Не видите ли вся сия? Аминь, глаголю вам! Не имать оставите сде камень на камени, и же не разориться». Глава 24, стихи 1 и 2. Так как Христос сказал, «Все оставляется дом ваш пуст», Евангелие от Матфея, глава 23, стих 38, и еще прежде этого предвозвестил бесчисленные бедствия, то ученики, услышав это, с удивлением приступили к Нему, указывая на красоту храма и недоумевая, «Неужели будет уничтожена такая красота, драгоценное вещество и невыразимое разнообразие искусства?» Христос не просто уже говорит им о запустении, но предсказывает совершенное уничтожение. «Не видите ли вся сия?» говорит он. «И не удивляетесь, и не ужасаетесь ли? Не имать остати камень на камени». «Как же, однако, остался, скажешь, и что бы это значило?» И это изречение в этом случае не осталось без исполнения. Спаситель говорил это, указывая или на всеобщее запустение, или на запустение того только места, где он был, так как части храма до основания разрушены. Притом можно сказать и то, что случившиеся происшествия даже самых упорнейших должны уверить в совершенном уничтожении и остатков. Сидящий же ему на горе Елеонский «Приступиша к нему ученицы наедине глаголюще, рцы нам, когда сия будут, и что есть знамение твоего пришествия и кончина века» Евангелие от Матфея, глава 24, стих 3. «Они потому приступили наедине, что имели намерение спросить о столь важных предметах. Они нетерпеливо желали узнать о дне его пришествия, так как сильно желали видеть ту славу, которая будет причиной бесчисленных благ. И двое из них спрашивают его об этих двух предметах. Когда сия будут, то есть разрушение храма, и что есть знамение твоего пришествия? Лука свидетельствует, что вопрос был один и именно о разрушении Иерусалима, так как ученики думали, что тогда будет и пришествия его. А Марк говорит, что не все они спрашивали о разорении Иерусалима, но только Петр и Иоанн, как имевшие более дерзновение. Что же сказал Господь? «Блюдите, да никто же вас прельстит. Мнозибо приидут во имя Мое глаголюще аз есм Христос, и многие прельстят. Услышите же им эти брани и слышание бранем, зрите, не ужасайтеся. Подобает Бог всем сим быти, но не тогда есть кончина» Евангелие от Матфея, глава 24, стихи с 4 по 6. Так как ученики слышали о наказании, посылаемом на Иерусалим, как о чуждом для них, и думая, что сами они будут спокойны, мечтали об одних только благах и надеялись получить их очень скоро, то Спаситель опять предвозвещает им несчастье, побуждая тем к заботливости и сугубой бдительности, чтобы они не увлеклись обманом обольстителей и не были побеждены силою бедствий, имеющих постигнуть их. «Война, — говорит он, — будет двоякого рода, со стороны обольстителей и со стороны врагов, но первая будет гораздо более жестока, потому что откроется при обстоятельствах смутных и ужасных, когда люди будут находиться в страхе и смущении». И в самом деле великое тогда было смятение, когда римляне начинали процветать, города были пленяемы, войска и оружие находились в движении и когда многие всему легко верили. «О войнах же, — говорит он, — тех, которые имели быть в Иерусалиме, а не вне его во всех местах Вселенной. Какая нужда была ученикам до этих последних? Притом он ничего бы не сказал нового, если бы говорил о бедствиях всей Вселенной, которые всегда случаются, потому что и прежде того бывали войны, возмущения и сражения. Но он говорит здесь о войнах иудейских, войны иудейские, так называемое иудейское восстание с 66 по 73 год, которые вскоре имели последовать, так как иудеев беспокоили уже успехи римлян. А так как и этого уже довольно было для того, чтобы встревожить их, то Христос и предсказывает все это. Потом, в удостоверение того, что и Сам Он восстанет против иудеев и будет воевать против них, Он говорит не об одних только битвах, но и о поражениях, гладах, язвах и землетрясениях, которые Бог пошлет на них, показывая, что Он Сам попустит быть воином, и что все это случится непросто, как прежде обыкновенно бывало у людей, но по гневу Божию. Поэтому Он и говорит, что произойдет это не случайно или внезапно, но со знамениями. А чтобы иудеи не говорили, что виновники этих зол уверовавшие тогда, Он открыл им и причину наведения их. «Аминь глаголю вам», — сказал Он выше, «яко приидут вся сия народ сей», — Евангелие от Матфея, глава 23, стих 36, вспомнив о гнусном их убийстве. Потом, для того, чтобы они, слыша о таком множестве бедствий, не подумали, что предсказание не совсем исполнится, присовокупил, «зрите, не ужасайтеся, подобает бо всем сим быти, то есть всему, что я предсказал, и наступление искушений немало не воспрепятствует исполнению слов Моих. Хотя будут возмущения и смятения, но они немало не поколеблют Моих предсказаний». Далее, так как Христос сказал иудеям, «Не имоти мене, видите, от сели, донди жиричете, благословен гряды и во имя Господне», Евангелие от Матфея, глава 23, стих 39, а ученики думали, что вместе с разрушением Иерусалима будет искончание мира, то, чтобы исправить и это их мнение, сказал, «Но не тогда есть кончина». А что они думали точно так, как я сказал, убедись из их вопроса. В самом деле, о чем они спрашивали? Когда сия будут, то есть, когда будет разрушен Иерусалим? И что есть знамение Твоего пришествия и кончина века? Но Христос ничего не отвечал тотчас на этот вопрос, а прежде говорит о необходимейшем и о том, что надлежало узнать прежде. Он не сказал тотчас ни о Иерусалиме, ни о втором пришествии Своем, но о тех несчастьях, которые были при дверях. Поэтому и побуждает учеников к осторожности, говоря, «Блюдите, да никто же вас прельстит, мнозибо приидут во имя Мое глаголюще аз есм Христос». Таким образом, прежде возбудив их внимание к слушанию этого, «Блюдите», говорит он, «да никто же вас прельстит», соделав их заботливыми и бдительными и упомянув о лжехристах, затем, говорит и о бедствиях Иерусалима, удостоверяя на основании того, что уже случилось и в непреложности будущего людей безумных и упорных. Войнами и слухами о войнах, как я и прежде сказал, он называет смятения, имеющие быть в них. Далее. Так как, о чем я и прежде сказал, ученики думали, что за этой войною последует конец, то смотри, как Спаситель успокаивает их, говоря, «но не тогда есть кончина». «Восстанет Бог, — говорит, — язык на язык и царство на царство». Евангелие от Матфея, глава 24. Стихи 6 и 7. «Он разумеет начало бедствий иудеев. Вся же сия начало болезням». Евангелие от Матфея, глава 24, стих 8. «То есть тем, которые с ними случатся. Тогда предадят вы скорби и убьют вы». Евангелие от Матфея, глава 24, стих 9. «Благовременно упомянул Христос ученикам об их собственных бедствиях, которые облегчаются общими несчастьями, и не этим только, но и тем, что присовокупил имени Моего ради. «Будете, — говорит Он, — ненавидиме всеми имени Моего ради, и тогда соблазнятся мнозе, и друг друга предадят. И мнозе лжехрести и лжепророцы восстанут и прельстят многие, и за умножение беззакония иссякнет любы многих, претерпевый же до конца той спасется». Евангелие от Матфея, глава 24, стихи с 9 по 13. «Бедствия это становится тем больше, когда присоединяется к нему и междоусобная война, а тогда много было лжебратьей. Видишь ли троякую войну, именно с обольстителями, врагами и лжебратьями? Смотри, как и Павел, то же самое оплакивая, говорит, «Внеуду брани, внутрюду боязни и беды в лжебратьи». Второе послание к Коринфянам, глава 7, стих 5, глава 11, стих 26. И опять «Таковии болживи апостоли, делатели льстивии, преобразующиеся во апостолы Христовы». Второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 13. Потом, что всего хуже, ученики и от любви не будут получать утешение. Далее, показывая, что это нисколько не повредит мужественному и терпеливому, Христос говорит «Не бойтесь и не смущайтесь». Если вы покажете надлежащее терпение, то несчастья не победят вас. Ясным доказательством этому служит проповедание Евангелия по всей Вселенной. Несмотря ни на какие препятствия, таким образом вы будете выше несчастья. «А чтобы ученики не сказали, как же мы будем жить, Присовокупил еще более, будете и жить, и учить всюду. Поэтому ты и сказал, и проповедца сие Евангелие по всей Вселенной, во свидетельство всем языкам, и тогда приидет кончина». Евангелие от Матфея, глава 24, стих 14. «Не мира, а и Иерусалима». А что Христос говорил об этом конце, и что Евангелие было проповедано прежде взятия Иерусалима, послушай, что говорит Павел. «Во всю землю изыди вещания их» Послание к римлянам, глава 10, стих 18. И опять «Благовествование, проповеданного всей твари поднебесней». Послание к Колосинам, глава 1, стих 23. «И ты видишь, как скоро он перешел из Иерусалима в Испанию. Если же один овладел столь великою частью Вселенной, то размысли, сколько сделали и другие». И в другом послании Павел говорит о Евангелии, что «оно есть плодоносно и растимо» Послание к Колосинам, глава 1, стих 6. «Во всей твари поднебесной». Но что значит «восвидетельство всем языкам»? Так как Евангелие всюду было проповедано, но не всюду уверовали в Него, Христос говорит «восвидетельство будет неуверовавшим», то есть в обличении, в осуждении. «Восвидетельство уверовавшие будут свидетельствовать против неуверовавших и осудят их». Вот почему уже после проповедания Евангелия по всей Вселенной разрушается Иерусалим, чтобы неблагодарные не могли иметь и тени извинения. В самом деле, какое могут иметь извинения люди, видевшие могущество Его, всюду воссиявшее и во мгновение протекшее Вселенную, если они остались в той же самой неблагодарности. А что Евангелие всюду было тогда проповедано, послушай, что говорит Павел, «благовествование проповеданного всей твари поднебесней». Послание к Колосинам, глава 1, стих 23. «Это и служит величайшим знамением силы Христовой, что Слово Его достигло пределов Вселенной в течение двадцати или тридцати лет». Итак, после этого, говорит Христос, придет конец Иерусалима. А что Он указывает именно на это, видно из следующего. В удостоверение разрушения Иерусалима Он привел и пророчество, говоря, «Егда уба узрите мерзость запустения, реченную Даниилом пророком, стоящую на месте святи, и же чтет, да разумеет». Евангелие от Матфея, глава 24, стих 15. Он указал им на Даниила. А мерзостью называет статую завоевавшего тогда город, которую Он по опустошении города и храма поставил внутри храма, почему и называет мерзостью запустения. Книга пророка Даниила, глава 9, стих 27, глава 11, стих 31, глава 12, стих 11. Потом, для того, чтобы они знали, что это случится еще при жизни некоторых из них, сказал «Егда узрите мерзость запустения». Здесь каждый особенно должен подивиться силе Христовой и мужеству апостолов, потому что они проповедовали в такие времена, в которые особенно иудеи были угнетаемы войною, когда на иудеев обращали особенное внимание, как на возмутителей, когда кесарь, здесь римский император Тит, дал повеление всех их изгонять. Это подобно тому, как если бы кто в то время, когда море со всех сторон взволновалось, когда мраком покрывается весь воздух, кораблекрушения следуют за кораблекрушениями, все плывущие на корабле возмущаются, чудовища выплывают на поверхность моря и вместе с волнами пожирают плавающих, когда блистают молнии, нападают разбойники и находящиеся на корабле друг против друга злоумышляют, повелел людям, неискусным в плавании, и даже не видавшим моря, сесть на корме, управлять кораблем, производить морское сражение и с одним малым судном, при таком, как я сказал, всеобщем беспорядке, брать в плен и истреблять бесчисленный флот, идущий против них с великой силою. И действительно, апостолы и у язычников находились в ненависти, как иудеи, и от иудеев побиваемы были камнями, как противящиеся их законам, и нигде не имели пристанища. Таким образом, всюду для них были стремнины, скалы и подводные камни, и в городах, и в селах, и в домах, и каждый восставал против них. И вождь, и начальник, и простолюдин, и все языки, и все народы. И было такое смятение, которого невозможно выразить словами. Народ иудейский был весьма ненавистен римскому правительству, потому что причинял ему бесчисленные беспокойства. Но это нисколько не повредило проповеди. Город был взят, сожжен, и жителей постигли тысячи зол. А апостолы, происшедшие из этого города, вводили новые законы и обладали римлянами. О новые и чудные дела! Римляне взяли тогда в плен бесчисленные тысячи иудеев, но не победили двенадцати мужей, которые просто сражались с ними без всякого оружия. Какое слово будет в состоянии изобразить такое чудо? Два условия нужно иметь учащим. Пользоваться доверенностью и быть любимыми со стороны учеников. А кроме того, и самое учение должно быть удобоприемлемо, и время свободно от смятения и возмущения. В то же время все было напротив. Апостолы, по-видимому, не заслуживали доверия, а между тем, обольщенных отвлекали от таких людей, которые почитались достойными доверия. Они не были любимы, даже были ненавидимы, и между тем отклоняли от любимых вещей, от обычаев, от отечества, от законов. Их требования были неудобоисполнимы, а то, от чего они отвращали, было весьма приятно. Как сами они, так и последователи их подвергались многим опасностям, многим смертям. А сверх всего этого и самое время было весьма трудное. Исполнено было воин, смятений, возмущения. Так что, если бы и ничего из сказанного не было, то оно могло бы все привести в смятение. Прилично здесь сказать, «Кто возглаголит силы Господни, слышан и сотворит вся хвалы Его» Псалом 105. Если единоплеменники при всех знамениях не послушали Моисея потому только, что были угнетаемы деланием глины и кирпичей, то тех, которые ежедневно были поражаемы и убиваемы, и которые претерпевали несносные бедствия, кто убедил оставить жизнь спокойную и предпочесть ей жизнь, исполненную опасностей, крови и смертей, тогда как проповедующие это были иноплеменники и во всем были им весьма враждебны. Не говоря уже о племенах, городах, но если даже кто-нибудь и в небольшой дом введет такого человека, которого ненавидят все живущие в нем, и если через него будет стараться отклонять от любимых предметов, от отца, матери, жены и детей, то не растерзают ли его еще прежде, чем он откроет уста? А если в доме будет еще ссора и брань между женой и мужем, то не побьют ли его камнями прежде, нежели он ступит на порог? Если же он будет еще и достоин презрения и станет предписывать что-либо трудное, требовать умеренной жизни от людей, преданных удовольствием, и при том будет действовать против людей, которые гораздо многочисленнее и сильнее его, то не очевидна ли его совершенная погибель? Но при всем том, чего не могло быть в одном доме, то Христос совершил во всей вселенной, проведший врачей ее через стремнины, пещи, утесы, скалы, через землю и море, обуреваемое войною. Если ты хочешь яснее узнать все это, то есть глады, язвы, землетрясения и другие плачевные события, то прочти об этом историю Иосифа, и ты все узнаешь подробно. Поэтому сам Христос сказал, не ужасайтесь, подобает бы всем сим быти, и претерпевый до конца, то и спасется, и проповестца сие Евангелие во всем мире. Так как ученики, устрашившись его слов, пришли в изнеможение и уныние, то он и укрепляет их, говоря, что хотя и бесчисленные будут препятствия, однако Евангелие должно быть проповедано по всей вселенной и тогда приедет кончина. Видишь ли, в каком состоянии находились тогда дела и как многоразлична была война. И это в начале, когда во всяком деле особенно требуется великое спокойствие. В каком же состоянии они находились? Ничто не препятствует опять повторить то же самое. Первая брань была со стороны обольстителей, приедут, сказано, лжехрести и лжепророца. Вторая со стороны римлян «Услышите бо и мати брани». Третья «Производила глады». Четвертая «Пагубы и трусы». Пятая «Предадят вы на смерть». Шестая «Будете ненавидими всеми». Седьмая «Друг друга предадят и возненавидят». Здесь означается «Междуусобная брань». Потом «Лжехристы и лжебратья». Наконец «Иссякнет любы», что и будет причиною всех зол. Видишь ли бесчисленные роды браней, новые и необычайные. Но даже и при этих, и других, гораздо больших бранях, к междоусобной брани присоединялась еще брань между родными, проповедь евангельская, возобладала над всею вселенную. «Проповесться бо», говорит он, «евангелие во всем мире». Итак, где те, которые владычество природы и круговращение времен противопоставляют учению церкви? Помнит ли кто-нибудь из них, чтобы явился когда-нибудь другой Христос, чтобы случилось подобное происшествие? И хотя они и рассказывают о других баснях, что, например, будто бы прошло уже сто тысяч лет, но здесь ничего подобного выдумать не могут. Итак, о каком вы скажете круговращении? Ни Содома, ни Гаморры, ни Потопа в другой раз не было? До каких пор вам издеваться и говорить о превращении и возникновении? Как же, скажешь, ты, сбывается многое из того, что предсказывают? Так как ты сам себя лишил помощи Божией, пренебрег ее и поставил себя вне промысла, то дьявол по своей воле управляет и располагает твоими делами. Но он не делает этого со святыми, ни даже с нами грешными, которые весьма презираем эти предсказания. Хотя жизнь наша и худа, но так как мы по благодати Божией весьма твердо держимся догматов истины, то и возвышаемся над кознями дьявольскими. Что же в самом деле значит гадание по светилам? Ничто иное, как ложь и запутанность, по которым все происходит на удачу, и не только на удачу, но и безрассудно. Но ты скажешь, если светила не имеют влияния на судьбу человека, то почему тот богат, а другой беден? Не знаю. До времени я так буду рассуждать с тобою, чтобы научить тебя, чтобы ты не слишком все испытывал и потому не думал, что все происходит на удачу и случайно, потому что ты не понимаешь этого, ты не должен измышлять того, чего нет. Доброе неведение лучше худого знания. Кто не знает причины, тот скоро может дойти до истинной причины, а кто не познавший истинной причины вымышляет ложную, тот нелегко может принять истинную, но много требуется от него труда и пота для того, чтобы уничтожить прежнее. На чистом пергаменте всякий удобно может писать, что ему угодно, а на исписанном не так. Прежде надо б стереть то, что худо написано. И между врачами тот, который ничего не делает, гораздо лучше того, который делает вред, и тот, кто непрочно строит хуже того, который совершенно ничего не строит, равно как и земля, на которой нет ничего, гораздо лучше той, которая имеет тернии. Итак, не будем спешить узнать все, но будем терпеть, если чего и не знаем, чтобы, когда найдем учителя, не причинить ему сугубого труда. Напротив, многие часто оставались даже в неисцельной болезни после того, как по простоте своей приняли худое учение. Действительно, не одинаково трудно исторгать то, что прежде пустило худые корни и сеять и насаждать на чистом поле. Там надо б наисторгнуть прежнее и потом уже посеять другое, а здесь открытые только уши. Отчего же, однако, иной богат? Теперь уже я скажу. Одни приобрели богатство по Божию благодеянию, другие же по попущению Божию. Вот краткая и простая причина. Почему же, скажешь ты, он делает богатым блудника, прелюбодея, сладострастника и того, который злоупотребляет своим имением? Он не делает богатым, но только попускает быть богатым, а между деланием и попущением великое, даже бесконечное различие. Почему же, однако, он попускает? Потому что не пришло еще время суда, чтобы каждый получил достойное. Что хуже того богача, который не давал даже икрох Лазарю, но он сделался всех несчастнее, не мог иметь и капли воды, особенно за то, что при своем богатстве был бесчеловечен. Если два нечестивца имели здесь неодинаковую участь, но один из них был богат, а другой беден, то они и там не равно будут наказаны, но который более богат будет наказан более жестоко. Итак, видишь ли, что и этот богач претерпевает жесточайшие мучения, потому что благоденствовал в этой жизни? Поэтому и ты, если увидишь, что неправедно приобретающий богатство благоденствует, вздохни и пролей слезы. Богатство это увеличит его наказание. Как те, которые много грешат и не хотят покаяться, собирают себе сокровища гнева, послание к римлянам, глава 2, стих 5, так и те, которые здесь не наказываются, а наслаждаются счастьем, подвергнутся большему наказанию. И это, если угодно, я докажу тебе примером не только из будущей, но и из настоящей жизни. Так блаженный Давид, когда соделал известный грех с Версавией и был обличаем пророком, зато особенно весьма жестоко был обвиняем, что совершил такое преступление, несмотря на то, что пользовался полную безопасностью. Послушай, как Бог за это особенно укоряет его. Не я ли помазал тебя в царя и освободил из руки Сауловой и дал тебе все имение господина твоего и весь дом Израилев и Иудин? И если мало было тебе этого, я еще к этому приложил бы тебе. И для чего ты сотворил лукавое предо мною. Вторая книга царств, глава 12, стихи с 7 по 9. Не все грехи одинаково наказываются, но есть многие и различные наказания, смотря по времени, по лицам, по достоинствам, по степени разумения и по многим другим обстоятельствам. Чтобы яснее были слова мои, укажем здесь на один грех блуд. И смотри, сколь многоразличные наказания представлю я не от себя самого, но из божественных писаний. Кто любодействовал прежде закона, иначе наказывается. Это показывает Павел, елицы бо беззаконно согрешиша, беззаконно и погибнут. Послание к римлянам, глава 2, стих 12. Кто любодействовал после закона, тот потерпит более жестокое наказание. Елицы в законе согрешиша, говорит он, законом суд приимут. Кто сделал блуд, будучи священником, тот соответственно своему сану получает величайшее и усиленное наказание. Вот почему другие девы за любодеяние были убиваемы, а дочери священников сожигались, чем законодатель весьма ясно показывает, какая казнь угрожает самому священнику за подобный грех. В самом деле, если дочь подвергается большему наказанию, потому что она дочь священника, то гораздо более сам священник. Если какая-либо женщина сделала блуд по принуждению, то она свободна от наказания. Если сделала блуд женщина богатая и женщина бедная, то и здесь опять различие. Это открывается из того, что мы выше сказали о Давиде. Любодействовал ли кто по пришествии Христовым и умрет, не приняв крещение, подвергнется более жестокому наказанию, чем все прежде упомянуты? Сделал ли кто блуд после омытия божественным крещением, здесь уже не остается никакого утешения во грехе? И показывая именно это, Павел сказал, отвергся кто закона Моисеова, без милосердия при двоих или треях свидетелях умирает. Коли камните горше сподобится муке, и же сына Божия поправый и кровь заветную скверну возмнив и духа благодати укоривый. Послание к евреям глава 10 стихи 28 и 29. Если сделал блуд какой-либо священник ныне, это особенно уже верх всех зол. Видишь ли сколько различий у одного и того же греха. Иное грех совершенный прежде закона, иное после закона, иное сделанный священником, иное богатую и бедную женщину, иное грех учиненный оглашенную и верную, иное женщину из рода священнического. Также великое различие происходит и от разумения. «Веди воеволю господина своего, и не сотворив, иен будет много» Евангелие от Луки глава 12 стих 47 И грех соделанный после таких и столь многих примеров получает большее наказание. Поэтому Христос сказал, «Вы же и видевши, не раскаясь ися после» Евангелие от Матфея глава 21 стих 32 «Хотя и много были врачуемы». В том же укоряет Он и Иерусалим, говоря, «Коль краты восхотех собрать и чада ваши, и не восхотесте». Евангелие от Луки глава 13 стих 34 Относительно тех, которые грешат, живя в роскоше, ты имеешь пример в истории о богаче и Лазаре. Увеличивается еще тяжесть греха и от места, на что сам Христос указывает, говоря, между церковью и алтарем Евангелие от Матфея глава 23 стих 35 «И от качества самых преступлений недивно сказано аще кто яд будет крады». Книга Причи Соломона глава 6 стих 30 «И опять заклала еси сыны твоя и дщери твоя сие паче всякого блуда твоего и гнусностей твоих». Книга Пророка Иезекиля глава 16 стихи 20 и 22 «Также и от лиц». Аще согрешая согрешит кто-либо пред человеком помоляться о нем. Аще же согрешит пред Богом кто помолится о нем. Первая книга царств глава 2 стих 25 «Подобным образом если кто превосходит своей беспечностью самых худших людей что Бог порицает и у Езекиля таким образом ниже по судам языческим ты сотворил книга Пророка Иезекиля глава 5 стих 7 и когда кто-либо не исправляется даже примерами других видела сказано сестру свою и оправдала ее книга Пророка Иезекиля глава 16 стих 57 «Когда кто пользуется особенным промышлением ащебо в тире говорит он и седони быша сила были бывшая в вас древле уба покаялися быша тиру и седону отроднее будет неже граду сему Евангелие от Матфея глава 11 стихи 21 и 22 «Видишь ли совершенную точность и то что не все за одни и те же получают равное наказание и мы если не воспользуемся долготерпением Божиим подвергнемся большему наказанию это показывает и Павел говоря по жестокости твоей и непокаянному сердцу собираешь и себе гнев послание к римлянам глава 2 стих 5 Итак зная это не будем соблазняться и смущаться никакими случаями жизни не будем обуреваться помыслами но предаваясь непостижимому божественному промыслу будем стараться добродетели и избегать греха чтобы получить будущее благо благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа через Которого и с Которым слава Отцу со Святым Духом ныне и пресно и во веки веков Аминь